1 октября в республике будет проходить пробная перепись населения. В чем ее суть и чем она будет отличаться от предыдущих годов, нам сегодня расскажет Ирина Кулантаревна Гаевай, руководитель территориальной службы государственной статистики по республике Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро, Ирина Кулантаревна. Ну все-таки что же такое пробная перепись населения? Доброе утро. Пробная перепись населения – это, можно сказать, генеральная репетиция перед самым главным статистическим мероприятием десятилетия всероссийской переписи у населения 2020 года. Вообще пробные переписи у нас в Российской Федерации, в России, в СССР проходят с 1932 года накануне основных всероссийских переписей населения. И цель этого мероприятия – это репетиция, это подготовка, чтобы отработать основные организационные, методологические, технологические аспекты проведения переписи, чтобы к переписи пришли все готовыми. Все готовыми те, кто проводят и организуют саму перепись. И, как правило, в переписи населения, в пробной переписи населения участвуют всего 2-3 региона. В этом числе и мы, наш регион находится. Как мы туда попали вообще? По какому критерию происходил отбор? Действительно, отличие переписи пробной от всех предыдущих, как я говорю, раньше участвовало всего 2-3 региона, в этой пробной переписи участвуют 10 районов из 9 субъектов Российской Федерации. Причина почему? Потому что перепись, вот эта пробная перепись 2018 года будет отлично от предыдущих и максимально масштабная. Вот как раз количеством регионов, количеством обследуемого населения будет обследовано, опрошено более полумиллиона человек. Почему был включен Хангаласский район? Потому что нам крайне важно оценить... Республика Саха-Якутия состоит из более чем половины отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. И нам крайне важно поучаствовать в пробной переписи, так сказать, провести репетицию. А как мы будем участвовать в переписи, в том числе и в труднодоступных, в единые, как теперь определено законом, и пока еще не принято, определено законом, октябрь месяц для всех. Поэтому нам крайне важно поучаствовать, сможем мы или не сможем провести перепись в октябрь месяц, в том числе в труднодоступных и отдаленных. Поэтому мы ходатайствовали перед руководством Росстата, перед Министерством экономического развития Российской Федерации, чтобы Республика Саха-Якутия, а именно Хангаласский район, в котором присутствуют и отдаленные труднодоступные, был включен в состав территории, где будет проводиться пробная перепись населения. И раз вы уже сказали, в чем отличие, тогда я скажу. Отличия, как уже сказала, грандиозные, отличные от всех предыдущих переписей. В чем отличие от том, как проводилась перепись ранее? Во-первых, перепись будет проводиться в два этапа. Перепись вообще будет проводиться целый месяц, с 1 по 31 октября, и будет проводиться два этапа. И вот первое отличие. Первый этап пробной переписи, который будет проходить с 1 по 10 октября, это будет всероссийским, и это будет интернет-перепись. Это означает, что каждый житель, каждый житель Российской Федерации, в том числе каждый житель Республики Саха-Якутия, может самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале Госуслуг. Причем заполнить не только на самого себя, но и членов своего домохозяйства. Но при этом надо помнить, что для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо получить заранее подтвержденную учетную запись. А кто ее еще не имеет, необходимо обратиться в органы многофункционального центра или органы работы, или специальные органы в администрации. Большое спасибо вам, что пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. Это была программа «Новый день». Увидимся с вами завтра.